здорово пацаны сегодня на обзоре у нас китайская компания meng представляет вот она в этом наборе грузовик очень похожий на какой-то автомобиль всем известный очень хороший в общем-то грузовик как написано упаковки с лутом ну то есть вот вот этим вот всем что здесь нарисовано как это называется ну вещи до канистрочки бутылочки чему-то вот тоже вот бутылка вот интересный вот это тоже кстати это все один бренд видимо делает без надписи замазали замазали негодяи ну в общем вот человек нарисован здесь открываем масштаб до масштаб 135 здесь вот какой-то ящер нарисован зачем-то что вот этот ящер говорит о чем не знаю не могу сказать по стандарту как обычно здесь вот мы не можем с вами увидеть что какое количество деталей в этом наборе никто не может вам сказать этого вот kit info написано да давайте посмотрим масштаб 135 длина модели составляет 133 миллиметра 57 и 51 миллиметр респективе короче какая там еще ну видимо 133 миллиметра у нее длина высота там и ширина до в комплекте у нее есть пулемет м240 м82 снайперская винтовка или ружо и вот это все что валяется вокруг машины и в машине идет с одним этим самым гражданской личностью бородатой наружности вот и как написано что этот набор может так быть окрашен по любым гражданским вариациям скажем так а вот здорово выпущен набор этот вот в 2011 году писать туда-то кому-то если хотите в общем открыли переходим и смотрим что у нас встречает внутри данной коробки а внутри но встречают только книгу прям прям пахнет полиграфия китайская хорошая качественная вот первый вот ну обложка да ну как коробка собственно говоря такому стильно черном фоне все красиво презентабельно вот здесь уже черно-белые пошли картинки варианты как это все можно сделать значит ставь вот вот как говорится дальше ну много всяких букв страшных здесь вот список красок от разных производителей которые могут могут быть использованы для работы и много много страниц с тем как собирать это все но достаточно подробно качественно все отрисовано смысле ну проиллюстрировано да вот листаем листами сборка значит как колеса делать как и все собирается какая бумага не хочет открываться дальше вот и вот здесь как собрать солдатика и как его покрасить в конце у нас на последней страничке декали какие в наборе присутствуют и отмечены все рамочки вот такой вот грузовик и так переходим теперь непосредственно в коробку значит вот нас литники литники декали литники декали литники декали ну давайте начнем с декалей или даже вот с этой маленькой штучки в этом наборе у нас пакетики травление в травлении представлены морозговики какие-то детали детали поводков и дворников еще какие-то накладки и декали с этикетками для бутылок которые также присутствуют в этом наборе в наборе у нас присутствует чем мы даже не откроем сегодня а давайте не откроем вот в наборе у нас присутствует две рамки с бутылками наборе представлены литровые бутылки 0 5 бутылки и двухлитровые бутылки и на них вот этикетки есть этикетки подписаны всем известными названиями исключением вот этих вот трех вариантов также декали на канистры с обозначениями что типа мало опасно не там это около открытого пламени держать и так далее следующий декаль это вот такой листик с буковкой со шрифтами для чего они нужны понять сложно но видимо куда-то они могут быть используя качество печати очень хорошие также вот надписи на брызговики полный привод все дела и приборная панель далее литничок с персонажем который идет в комплекте качество литья хорошее без облоя ну детализация такая достаточно простенькая также в комплекте вот здесь какая-то сумка у него и мешочек так далее у нас остекление для этого грузовичка дано но в пакете и внутри еще упакованного в такую пленку чтобы детали не поцарапались остекление идеальная она очень-очень прозрачная прям кристальная сейчас мы посмотрим как через него видно просто изумительно следующий литник у нас содержит детали интерьера автомобиля и но автомобиля ну видимо рама непосредственно которую все это крепится собирается низ автомобиля дно деталированное с ребрами усиления и так далее приборная панель торпеда руль рычаг ручного тормоза и рычаг переключения передач рулевая колоночка сиденья достаточно неплохие красивые сделаны задний диван вот такой вот батонами и буханками прошит красиво на следующий рамки у нас представлены детали с вещами который везет наш водитель этого грузовичка здесь канистры холодильники и ящики плюс пулеметы и винтовка и диск запасного колеса отлита все отлично без облоя качество пластика хорошая следующая рамка у нас содержит колесные диски тормозные диски вместе с суппортами только на одних поворотные кулаки бампер передняя панель куда вклеиваются фары плюс радиаторная решетка щетки и дуги которые крепятся непосредственно в кузове этого автомобиля так следующая рамка у нас представляет детали основы автомобиля это рама и все элементы подвески топливный бак качество опять же идеальная не сдвигов не облоя нету очень очень хорошо также хочется заметить что рамки у нас отлиты из разного по цвету пластика далее покрышки для этого автомобиля и в комплекте их ходит аж 6 штук чем разница здесь не особо ясно отлиты они хорошей мягкой резины на боковине покрышек есть надписи резина брендированные буквы читабельные протектор имеется ну почему 6 покрышек тяжело пони видимо все таки в наборе присутствует два запасных колеса 6 покрышек качество резины достойная шва посередине я не вижу шов идет вот по одной из боковин то есть убрать его будет не сложно и он не будет портить внешний вид как обычно это вот идет у других моделей пришел посередине и далее переходим уже непосредственно вот этой вот маленькой коробочке которая уложена вот таким вот образом очень здорово и последнему литнику этот литник у нас содержит детали кузова капот и выполнено это все из красного пластика видимо предлагается собрать данный набор без покраски качество детализации опять же на высоте выделены все ребра усиления все что должно присутствовать на данном автомобиле передано и непосредственно же вот в этой коробке у нас находится основная деталь всего набора это в данном случае кабина автомобиля вот так вот она представлена к сожалению с закрытыми дверьми и не совсем удачным расположением вот этой части литника обрабатывать это придется с большим вниманием чтобы не испортить и стойки и уплотнитель который идет вокруг лобового стекла не всегда это хорошо когда производитель так предлагает вот ну делает вот такие вот вещи при отливке но качество хорошее единственное что между дверьми толстоватые зазоры слишком они уж крупноваты для 35 масштаба но в целом как бы качество хорошее посмотрим что получится после сборки а на этом мы с вами снова прощаемся всем спасибо за просмотр ставьте много лайков пишите много комментариев задавайте вопросы заходите в группу вконтакте нажимайте на кнопочку помочь каналу ссылки на все это вы найдете в описании пока пока